МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Первый и Карагандинский, в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опасная вода. В Карагандинской области с начала купального сезона утонуло 8 человек. Спасатели активизировали профилактическую работу. В мечети города Абай отметили священный праздник мусульман Ор-Раза-Айт. Для гостей мечети было организовано праздничное мероприятие. Игры, викторины и спортивные состязания. В Карагандинской области наблюдается уменьшение количества наркозависимых. В областном наркологическом диспансере передовые методы лечения. Однако главное – это мотивация самого пациента. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Карагандинской области с начала купального сезона утонуло 8 человек. В основном это происходит из-за несоблюдения правил безопасности. В связи с этим сотрудники ДЧС Карагандинской области проводят профилактические рейды, во время которых подробно разъясняют отдыхающим правила поведения. Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи, сотрудники ДЧС области проводят рейды, рассказывая отдыхающим о правилах поведения на воде. Спасатели раздавали памятные буклеты и демонстрировали на специальном манекене, как оказывать первую помощь пострадавшему. Мы стараемся, соблюдаем правила купания. Мы понимаем, что всякое может быть, что и случаются такие непредвиденные случаи. Я, например, сама очень сильно далеко заплывать боюсь. И мне кажется, что я в безопасности, что ли, недалеко не заплываю, соблюдаю все это, что нужно. Здесь купаемся, как бы за буйки не заплываем. Вообще в целом все нормально. Ну, если вдруг что там, блин, можем сделать искусственную, блин, вентиляцию легких. Оказать первую помощь пострадавшему, вытащить из воды. Вы это сможете, да, сейн? Да. В прежде очередь думаем о безопасности. У нас растет ребенок, поэтому родители нужны. Мы не пьем, не курим, ЗОЖ. Поэтому все у нас хорошо. Вы с собой собираетесь? Конечно, конечно. В первую очередь мы взяли с собой пакетики для мусора обязательно. Подобные мероприятия будут проводиться часто на протяжении всего купального сезона. Спасатели говорят, что в основном жертвами становятся дети. Они страдают из-за своей неосторожности. Перед началом купального сезона у нас был утвержден план Акимом района Абайского. Также начальникам департамента согласованы были с местной полицейской службой графики дежурства, проведения рейдов. Совместно с сотрудниками местной полицейской службы, а также сотрудниками спасательной станции, которая дислоцируется на водохранилище Топар. Мы ежедневно проводим рейды. У нас в рейдах также участвуют сотрудники противопожарной службы. С понедельника по пятницу весь личный состав переведен, сейчас в режим, и проводят рейды. Кроме того, изготавливают баннеры и запрещающие знаки, которые в скором времени установят на диких пляжах и на территории зон отдыха. Асель Сазамбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Церемония открытия национального дня княжества Монако прошла на территории выставочного комплекса «Экспо». В мероприятии участвовал князь Монако Альбер II и председатель Сената парламента Казахстана Касымжумар Тукаев. Основная тема павильона княжества Монако – взаимосвязь человека и природы и возможности установления новой модели устойчивой энергии посредством создания баланса между ними. Участие Монако на выставке «Экспо-2017» позволяет всему миру познакомиться с успешными разработками этой страны в области возобновляемых источников энергии. Мы придерживаемся одинаковых позиций по актуальным международным проблемам. Выражаю благодарность князю Альберту II за то, что он лично способствовал тому, чтобы павильон княжества был представлен на международной выставке. Княжество является надежным партнером Казахстана, с которым налажен открытый и регулярный диалог на всех уровнях. Между нашими главами государства, нашими правительствами и нашими деловыми сообществами. Мы занимаем близкие позиции по актуальным международным проблемам. В свою очередь, князь Монако отметил, что на него большое впечатление произвели планы Казахстана по реализации стратегии 2050 и переходу к зеленой экономике. Альберт II также сказал о созвучии темы выставки «Энергия будущего» направлением, по которым работает его страна, в решении экологических проблем, включая последствия глобального потепления. Выставка «Астана-Экспо-2017» дает почву для дальнейшего развития дружественных отношений между нашими странами. Нас объединяет общее стремление развивать зеленую экономику. Особенно хочу отметить задачу, которую поставил президент Нурсултан Назарбаев перед своим народом. К 2050 году достичь 50% показателя доли альтернативных источников энергии. Этот шаг заслуживает уважения, потому что Казахстан обладает богатыми природными ресурсами. Моя страна прикладывает все усилия для борьбы с проблемами глобального потепления климата. Некоторые разработки мы представляем на выставке. После официальной части на сцену поднялись участники международного циркового фестиваля Монте-Карло. На праздник также приехал генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров, который стал спонсором разработки велосипеда на солнечных батареях, представленного в павильоне Монако. Стоит отметить, что павильон княжества является одним из самых больших на Экспо – 750 квадратных метров. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Второй день казахстанцы празднуют Оразаайт – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина. Этот трехдневный праздник завершает священный Рамадан и призывает всех к милосердию, прощению и доброте. В мечети горы Дабай празднование Ораза Айт началось ранним утром. Всем посетителям мечети после утренней молитвы был накрыт Дастархан. В течение дня проводились игры и состязания среди молодежи. Также были соревнования на знание религии и традиции среди имамов. Возле мечети молодые борцы состязались за звание лучшего. Главная цель – это научить молодежь знать свою религию и традиции, а также свои истоки, заявили организаторы. Сегодня второй день праздника Ораза Айт. Сегодня мы накрыли стол для посетителей. Для молодого поколения возле мечети проводились состязания по традиционным видам спорта. А для учеников мечети проводили викторины на знания религии и традиции. Мероприятие проходит весело. Радует, что сегодня пришло много молодежи. Очень хорошо, что молодое поколение интересуется своей религией и истоками. Во время священного месяца Рамазан в мечетях проводились различные мероприятия, благотворительности. Приглашались лучшие чтицы Корана для проведения таравих намазов. Ота Ашнугаева – одна из постоянных прихожанок мечети. Она выражает благодарность за такую организованность. Сегодня Ораза Айт в центральной мечети Абая проводятся игры и викторины на знания истории пророка. На высшем уровне провели ночь Кадыр-Туны. Более 500 человек пришли в мечеть. Ораза Айт проходит интересно и весело. Сделали юрту. С начала месяца Рамазан все проходило хорошо. Пригласили чицов Корана из Кыргызстана. Во время священного месяца от маленьких детей до пожилых людей посещали таравих намаз. В дни Ораза Айт необходимо поздравлять всех знакомых, братьев по вере, представителей других наций с этим благословенным праздником. Ораза Айт – это семейный праздник. Также желательно навестить и поздравить родителей, родственников и соседей, быть приветливыми со всеми. Асель Сазамбаева, Жара Гибаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ряды военнослужащих войсковой части 52-859 пополнился молодыми солдатами. 108 гвардейцев-новобранцев в торжественной обстановке были приведены к присяге на верность Родине. Поддержать молодых бойцов приехали родные и близкие. На торжестве побывала и Фариза Улбаева. Выполнять свой гражданский долг молодые солдаты будут в воинской части 52-859. Проходить военную службу – долг каждого гражданина, именно так считают новобранцы. Нынешнее поколение – это призывники из трех крупных областей страны. Алматинская и Акмолинская области, также Южный Казахстан. Да, солдаты весеннего призыва. Ребята сегодня призваны. Качество очень хорошее. Все с первой группой здоровья. Не ниже метра 70, 7-78 метров. Рослые, крепкие. Сегодня много родителей приехали. Сегодня будем их поздравлять и давать наставления. Впереди тех парней ждут изнуряющий марш, броски, учебные тревоги. А пока вчерашние школьники сделали первый шаг во взрослую жизнь. Приняли военную присягу. Андреич, что правительство принимает присягу. Торжественно клянусь. А последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его закону избранного президента. В данной воинской части служат настоящие отважные бойцы. Своё мастерство и умения они неоднократно доказывали во время ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. Потому сегодняшние новобранцы уверены в своих наставниках. Один из них Евгений Кокоткин, 18-летний рядовой, с 16 лет мечтал о военной службе. Он не скрывает своей радости, поскольку видит своё будущее только в армии. Приехал я с Алматинской области, село Гульдала. В рядах армии мне очень нравится. Это хорошая часть, в ней попал. В воинской части очень хорошая, мне понравилось. Здесь благоприятные условия и срочная служба, я думаю, пройдёт отлично у меня. Таких, как Евгений, в этих рядах больше сотни. Сегодня у них исторический день. В торжественной обстановке они произнесли клятву на верность Родине. Поддержать своих сыновей приехали родные и друзья. Их переживания сменились радостью и гордостью. Да, конечно, мы приехали из Сталдокургана поддержать своего ребёнка, пожелать ему удачной службы, чтобы служба прошла у них отлично, чтобы все ребята вернулись домой счастливыми. Вниманию гостей были продемонстрированы показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою, элементы строевых приёмов, а также праздничный концерт и выставка специальной техники. Родственники молодых солдат ознакомились с условиями прохождения службы, побывали в казармах и столовой. Отметим, что военная присяга – это особенный воинский ритуал. Он важен для каждого. Считается, что именно с этого момента начинается настоящая военная служба. А Национальная гвардия является большим учебным центром. Данный полк имеет богатую историю. Военные работали на ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭЦ, принимали участие в ликвидации последствий падения ракетоносителя «Протон-М», а также последствий изрывов на промышленных объектах и жилых зданий. Ежегодно личный состав находится на передовой борьбы с паводковыми водами. Париза Албаева, Руслан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 26 июня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Этот день был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеи ООН. На передовой борьбы с наркозависимостью находятся врачи и наркологи. Специалисты областного наркологического диспансера ежедневно оказывают помощь своим пациентам. Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных явлений нашей современности. С каждым днем все больше людей попадает в сети этого порока, стараясь при помощи него скрыться от ежедневных проблем. Плата за подобные эксперименты над собственной жизнью безгранично велика, а результаты порой необратимы. И без квалифицированной помощи уже не обойтись. Это поняла и Елена, пациентка областного наркологического диспансера. Ежедневные проблемы никуда не уходят, а только увеличиваются. Проблемы, конечно, семейные проблемы, и жилищные проблемы. Но когда колешься, не бывает, чтобы не было проблем. Проблем все больше и больше становится. И с законом, и с финансами, и с семьей, и везде одна сплошная проблема. На передовой борьбы с наркозависимостью стоят врачи-наркологи. Для большинства граждан наркологический диспансер это учреждение, где выдают справки и проверяют на алкогольное опьянение. Но главная цель диспансера – лечение пациентов. Медики отмечают, что лечение добровольное, поскольку именно от психологического настроя пациента зависит успех лечения. Наш областной наркологический диспансер рассчитан на 130 коек. Сегодня в нашей больнице все коечные места заняты. В первую очередь пациент должен морально настроиться на излечение. Для этого у нас работают психологи. Настроив себя психологически на выздоровление, пациент имеет большие шансы вылечиться. По статистике, по сравнению с прошлыми годами, количество пациентов уменьшается. На сегодняшний день по области на учете стоят 2163 наркозависимых. Психологи наркологического диспансера проводят различную работу с пациентами. Как индивидуальную, так и групповую. Со стороны это похоже на игру. Но именно в этой игре человек постепенно приходит к пониманию всей пагубности пристрастия к наркотикам. «Просто некоторые люди думают, если он прокапал систему, все, он здоров. Это заблуждение, самообман. Человек, значит, не готов. Если он совет воспринимает как поучение, я думаю, это неправильно. Надо просто один раз попробовать. Здесь я уже знаю, какие у меня есть проблемы и как мне решать. Здесь более-менее психологи, они как-то прорабатывают. Может, у них специфик работы они выворачивают так, что я на самом деле начинаю понимать. Не то, что проблема моя, а в чем она заключается и как с ней бороться». Врачи-наркологи отмечают, что на сегодняшний день задачами общества являются повышение информированности граждан о недопустимости употребления наркотиков, формирование ответственного отношения к своему здоровью, понимание ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических средств. Андрей Тенжик, Слуг Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Юношеская команда карагандинского мини-футбольного клуба Тулпар вернулись с наградами из Кыргызстана. В городе Чулпан-Ата прошли международные соревнования по мини-футболу. Из десяти команд Тулпар занял второе место. Саид играет в команде уже второй год. Юноша признался, что с малых лет полюбил этот вид спорта. Общее количество команд, участвовавших на соревновании, было десять. Тулпар занял второе место. Участвовало десять команд. После двух побед нам было известно, что мы попали в финал. На родину привезли серебро, но мы обещаем вам, что на следующий год возьмем золото. Подобные соревнования в Кыргызстане проводятся ежегодно. Наша команда участвовала впервые. Победив команду из города Ош, карагандинцы вышли в финал. Но уступив команде Жалалабад, шахтерская команда со счетом 7-4 получили призовое второе место. Поездка была позитивной. Это хорошая мотивация для детей, отметил Александр Диченко. Международный турнир в городе Чулпан-Ата. Это на Иссекуле, в Кыргызии. Международный, потому что там всех желающих приглашали. Десять команд было, разбитые две подгруппы. Мы привезли наших мальчишек. Мы где-то на год, на два помладше взяли. Играл 2004 год. Турнир очень сильный, хорошие команды и чемпионы Кыргызии, которые играли в этом году. Вот этот турнир для них был уже третий по счету. Мы первый раз. Нас пригласил Муканов Амиржан Амзалыч, который там в федерации работает, наш карагандинский тренер мини-футбольного клуба Тулпар. В этом году также планируется поездка в город Рудный, признался тренер команды, где команда Тулпар примет участие в чемпионате Казахстана по мини-футболу. Фариз Албаева, Ажар Агибаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» на выезде одолел Кустанайский Тавол. Встреча в рамках регулярного чемпионата страны закончилась со счетом 1-2. Кустанайцы в первые 10 минут пытались контролировать игру. Статистика говорит о четырехкратном преимуществе хозяев во владении мячом. Это приводило к нескольким стандартам, однако до опасности дело не дошло. И лишь на 27-й минуте хозяевам удалось открыть счет 1-0. Но радоваться кустанайским болельщикам пришлось недолго. Через пять минут в ворота хозяев был назначен штрафной удар. Милан Стоянович пробил изящно и точно 1-1. Вскоре в воротах кустанайцев побывал еще один мяч и его автором стал Марк Астанаевич. Однако судья зафиксировал положение вне игры и не засчитал взятие ворот. После перерыва обе команды также не особо выделялись в атаке и лишь на 80-й минуте после ювелирного паса от Марка Астанаевича мяч в сетку ворот Табола в падении вколотил Марат Шахметов. Финальный свисток судей зафиксировал выездную победу Горняков 1-2. Главный тренер карагандинского шахтера Саулюс Шермялис комментируя игру заявил, что главная задача на сегодня это выбраться со дна турнирной таблицы. Он также поблагодарил команду за победу над довольно сильным соперником. Андрей Тен Андрей Тимофеев 1-й Карагандинский Это все о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация звоните нам по телефону 42-06-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова